Вчера вечером в газовую службу АХИ стали поступать звонки от граждан о нештатной работе газового оборудования в квартирах и частных домах. Приборы работали с шумом, газ под сильным давлением поступал в горелки колонок и плит. Опасная ситуация, к счастью, не стала причиной серьезных пожаров, но у многих возгорания едва не произошли, а десятки единиц газового оборудования вышли из строя. Вечером я пошла мыться в ванну. Зашла, значит, тут вскоре сын кричит, мама, что за дым на кухне? Подошел, колонка вот сгорела, гофра загорелась, задымилась и полная кухня дыма была. Все, перекрыли кран, так как отключение было, я не знала. Также в одной из квартир по улице Комсомольской произошел технологический выброс газа и возгорание газовой колонки. Жильцы вовремя перекрыли газ и потушили огонь, обошлось без жертв. Выброс газовой смеси, плюс еще газовая колонка была включена, горела. В следствии чего, соответственно, был выброс пламени и, можно так сказать, благодаря тому, что гофра у нас металлическая, соответственно, распространения горения никакого здесь не было. То есть был технологический выброс газа и облака газового. В следствии чего, по сути дела, горения такого прямого не было. Не было, не было. Внутри трубы вот это все горело. Просто дымовал, вот это пошел по всей квартире, дышать нечем стало. И по подъезду пошел дымовал. Вы колонку, да, отключили? Конечно. Конечно, все отключили. Информация об аварийной ситуации моментально разлетелась по социальным сетям. Люди звонили родным и друзьям. Специалисты Сахалиноблгаза отреагировали моментально. После скачка давления сработали аварийные запорные клапана и были перекрыты газовые сети. Давление ожидаемо упало, а облгаз начал восстановительные работы. Андрей Владимирович, 12 часов ночи. Какая ситуация, в связи с чем произошли события в Ахе и ситуация на данный момент? Причина повышения давления является, что на газораспределительном пункте номер один из-за старого оборудования у нас произошел порыв диафрагмы и произошло повышение давления. В настоящий момент у нас ГРП остановлено, поэтому идет по городу посадка давления. Больше скачка не будет такого. Мы сейчас, у нас работают 4 бригады. Аварийная служба у нас находится на месте по аварийным вызовам. Если будет запах газа, мы сразу же поедем по этим вызовам. И до утра, скорее всего, я прошу жителей города сохранять спокойствие, не паниковать, перекрыть все газовые приборы и до утра желательно не пользоваться. По частному сектору и БКМам в ближайшее время запуск газа будет произведен, чтобы у нас не перемерзли эти дома. По многоэтажным домам в первом микрорайоне и окружающих домах придется людям потерпеть до утра. Потом будем производить опрессовку. Если у нас опрессовка по подъезду будет проходить, то эти подъезды будем запускать. Если опрессовка проходить не будет, то будем делать обход квартир. Это вот что касается безопасного запуска газоснабжения. То есть у нас первый микрорайон именно будет перекрываться и там будет проводиться опрессовка отдельно. Почему только первый микрорайон? Потому что ГРП-1 в основном ближайшие дома это первый микрорайон. Так как у людей работали газовые приборы, естественно давление газа упало, ГРП уже было перекрыто. И в целях безопасности, чтобы никто не отравился газом, эти дома сейчас будут перекрыты. А в других микрорайонах города давление газа еще остаточное сохраняло или сохраняется? Да, когда нам поступали звонки от людей, мы спрашивали на каких этажах они находятся, есть ли у них газ. Где говорили, что слабое давление газа, это был как раз-то 6-7 микрорайон. Эти дома у нас в принципе полной остановки газа не было. Поэтому эти дома мы остановить не будем. Спасибо за информацию, ну и удачи в работе вашим коллегам. Спасибо. Опасность переморозить систему отопления возникла в частных домах и БКМах. Поэтому все силы были брошены на восстановление именно этого направления. И к середине ночи газ туда пошел. Остальных жителей города просили воздержаться от пользования газовыми приборами. Подачу голубого топлива в город не останавливали. Здесь постепенно поднимали давление до нормы. К 7 утра с газом была большая часть АХИ. Без газа 66 домов в 1-м микрорайоне, военка, часть Блюхера и Комсомольская, район в СЭС. С 8 утра начали запускать газ и в этих домах. Тепло и электроснабжение в АХИ не нарушено. Центр управления в кризисных ситуациях правительства Сахалинской области ситуацию отслеживает специалисты на видеосвязи. Зампред ПСО Владимир Сидоренко поблагодарил специалистов Облгаза за оперативную работу весна и отдыха. Люди уже почти сутки. А вот информация о том, что причиной аварийной ситуации послужило повреждение мембраны, как предполагали ранее, оказалась неверной. При осмотре газового оборудования повреждений в системе найдено не было, но зато обнаружены нефтепродукты. Нефтяники проведут их анализ в лаборатории и выяснят причины попадания в газопровод. Аварийная ситуация в газопроводной системе АХИ могла стать причиной серьезных пожаров, но оперативная работа специалистов САХ Облгаза не позволила этому случиться. К нам в студию сейчас раздаются звонки от жителей города со словами благодарности в адрес газовиков. Гражданам, у кого в результате скачка давления вышло из строя газовое оборудование, необходимо подойти в Облгаз и написать заявление. Бланки заявлений вам предоставят. Директор Облгаза и глава округа сделали сегодня утром совместное обращение к жителям города. Добрый день, уважаемые ахинцы. Сегодня речь пойдет по вчерашнему случаю, по отключению газа у нас, которое случилось в девятом часу вечера. Произошло отключение. Подробную информацию может предоставить вам директор Облгаза. Это Андрей Владимирович. Что произошло у нас? Ну, как вчера уже и делал заявление. В 2020, вчера, 12 числа, произошло повышение давления. Не сработал регулятор давления на первом ГРП. Пошел скачок давления. В результате чего на части ГРП сработали предохранительные клапана. Газ был перекрыт автоматически. И, естественно, пошло понижение. Так как колонки работали и плитки, естественно, пошло понижение давления по всему городу. И часть домов была посажена на нор. Сегодня в час ночи мы перекрыли те дома, которые были посажены на нор. В три часа ночи мы запустили частный сектор. Это Октябрьский поселок и Красную Горку. Также запустили БКМ. Так как ночь была, и мы людей не стали будить ночью, с 8 утра мы начали запуск домов. Было остановлено всего 66 домов. Это первый микрорайон, район доставки. Был остановлен район Санкт-Петербург, и район был остановлен военный городок. В настоящий момент уже запущено на 11.30, запущено 13 домов. Запущен весь военный городок запущен. Часть Охотской запущена. Они также были остановлены. И запущен дом Красных Партизан-24 в первом микрорайоне. Работает сейчас у нас 6 бригад. Запускают методом опрессовки газопроводов в подъездах. Если газопроводы держат давление, это значит, что все приборы газовые перекрыты. И газ подается, начинается подача газа тогда в этот подъезд. До обеда мы постараемся основную часть домов запустить. Это будет где-то часа в 2-3. Остальные будем запускать в течение дня. Если останутся какие-то единицы, это значит, что газовые приборы открыты, и хозяев нет дома, не перекрыли контрольные краны, то, естественно, будем искать хозяев. После этого будет произведен только запуск. Ну, я что еще хочу сказать нашим жителям городского округа, что запустить дом и запустить город, когда давление газа упало на ноль, это не такие уж простые действия, это специальная методика нужна, необходимо, почему и время так затянулось. Это не просто, что открыть вентиль и запустить газ в помещение для пользователей. То, что и вчера произошло, что на ночь не стали запускать город, это правильно, это определенные риски. Где-то кто-то уснул, где-то что-то открыто, и могли бы быть непредвиденные обстоятельства. По поводу выхода из строя газового оборудования, я обращаюсь к жителям, у кого пострадало газовое оборудование, это при повышении давления газа, обращаться в Облгаз. В Облгазе организована комиссия, которая будет обследовать это газовое оборудование, и будем решать вопрос о ремонте, возмещении жителям, кто утратил вот такую вот возможность пользоваться в данный момент. Ну что, уважаемые жители, я хочу ко всем обратиться, соблюдайте спокойствие, паники. Надо все это в штатном режиме, под контролем. Какие-то моменты есть, конечно, при эксплуатации, если что-то будет, сразу звоните и в администрацию, и обращайтесь в Облгаз, вам специалисты подскажут необходимые действия, которые вы должны будете предпринять. Я еще хочу добавить, Сергей Николаевич, что мы сейчас, когда запустим уже весь жилфонд, пожалуйста, мы поедем по колонкам, обращайтесь к нам, мы поедем уже, если, ну, сразу же колонку не поставишь, не купишь ее, надо привезти сюда, мы сделаем ремонты, запустим пока то, что мы сможем отремонтировать, чтобы люди не страдали, потом уже будем решать вопросы о его замене. У нас объект особо опасный, застрахован по отношению к третьим лицам, поэтому мы также обращаемся в страховую компанию сейчас, и этот ущерб, естественно, будет возмещаться. Спасибо, уважаемые жители Ахии, так что проблема есть, мы будем ее решать, и всячески будем улучшать вашу жизнь.